Бум осознанности произошел несколько лет назад и по сей день продолжает набирать обороты. Люди скупают всевозможные курсы, гайды и марафоны у блогеров, которые именуют себя экспертами в поисках той самой волшебной таблетки. Но существует ли она на самом деле? Для тех, кто может все-таки почувствовать свои желания, следующим этапом является возможность трансформировать все программы, которые встроены в наше подсознание. Почему у тебя можно, почему нельзя. Ты должен понимать, что марафон это не волшебная таблетка. Марафон это всего лишь способ заглянуть в себя, соединиться со своими желаниями и наметить путь в своей жизни на ближайшие годы. У тех, кто не видит результатов после практик, по ее словам, просто заблокировано чувство радости. Именно поэтому многим сложно воплотить свои желания. По словам коуча, таким людям помогут не курсы и гайды, а специалист. Пару лет назад журналист Анастасия Михайлова прошла марафон известного блогера и уверяет, все это самовнушение. Контентное направление там по верхушкам. То есть там очень все поверхностное, очень такое все размазано. Для кого-то это может быть какой-то такой ключик к большой-большой огромной информации. Можно заложить какой-то, а в целом, то есть о более глубокой работе, ну конечно же нет. Это вообще глупости абсолютные. За сам марафон в далеком 2017 году Анастасия отдала около 5 тысяч рублей. Сегодня похожие продукты у этого же блогера стоят от 10 до 18 тысяч. И эта цена средняя за подобные курсы. Некоторые эксперты завышают цену на десятки тысяч рублей. У нас не было общего чата, нет, не было. То есть просто кидали информацию в группу и там общаться между собой было нельзя. А в целом, может, кто-то все равно делился своими историей с этого марафона, может, где-то в комментариях? Есть большая группа участников, они там все вообще восхищаются, и они там его благодарят, и создателя марафона благодарят. Как она крутая, как она вообще им в жизни глаза открыла на все это. Это может быть самовнушение, это может быть совпадение фактов. Но я все-таки за то, что человеческий труд, он все перетрел, да. Мы решили узнать, как забайкальцы относятся к культу Вселенной, и верят ли они в то, что желаемое можно получить с силой мысли. Мне на самом деле я очень сильно верю. Я вот купил себе лекцию, вот такой. Так что мои, думаю, мечты все сбываются. Честно, не верю. Просто потому что, ну, как бы, кто хочет, тот делает. Кто не хочет, тот сидит на диване и верит в это, в исполнение желаний, силы, мысли. Тут все от человека, на самом деле, зависит. Да никак. Ну, я так не делаю, не знаю. То есть вы это не верите. Большинство из запрошенных, как и ожидалось, верят лишь в собственные силы и полагаются на себя, но не отрицают наличие тонких материй. Но самое главное, даже и те, кто верят в силу мысли, как один уверяют, волшебной таблетки не бывает. Екатерина Бакшеева, Сергей Миртов, Антон Носов, РТК Забайкалья.